Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Веду её сегодня я, Рита Трошкина, и наша гостья, давно нам и хорошо знакомая, большой наш друг Тамара Римкевича. Она педагог по вокалу, певица, композитор, руководитель музыкальной школы, так это теперь называется, Тамара Music Studio. Доброе утро, Тамара. Доброе утро. Мы давно уже не встречались в эфире «Зеленые лампы», но как бы следим за развитием событий, чем вы занимаетесь. У вас очень много всего интересного, об этом мы поговорим. Я просто хочу напомнить, что познакомились мы очень давно, и познакомились мы во время благотворительных акций. Тамара всегда настолько отзывчиво и чутко откликалась на любые дела и предложения, что у нас просто нет слов, чтобы всё перечислить. Это нужно очень много времени. Например, в апреле 2016 года она помогала нам проводить сладкую ярмарку, где были собраны деньги в помощь маленькому Саше Канте, которому тогда было 10 месяцев. И речь шла о том, чтобы вытащить мальчика из такого тяжелого состояния, что просто очень-очень тяжелое состояние было. Нужна была операция в Германии. И были собраны тогда деньги. И сейчас, вот прикиньте, 16-й год, сейчас сколько этому малышу? Уже 8 лет он. Здоровый, прекрасный, красивый ребёнок. Радость родителям. И на этой сладкой ярмарке Тамара пришла, вот тогда мы впервые, наверное, работали, Тамара пришла со всем своим коллективом, Тамара Music Studio, и целый день она там отработала, она вела и помогала, и все ребята пели, и ещё там было массово на всяких мероприятиях внутри этой ярмарки. Да просто какой-то праздник был для рижан. Спасибо Тамаре, кстати. Благодарю. Да, и после этого мы ещё много раз встречались, мы ещё поговорим об акциях, которые вы делали. Я просто хочу сейчас заострить ваше внимание, дорогие радиослушатели, что наша программа сегодня помогает, включается, зелёная лампа включается в помощь шестилетнему малышу. Его зовут Лёня Устеменко. У мальчика, он рижанин и живёт с мамой и папой в Кингараксе. У мальчика с рождения повреждение головного мозга и органическое повреждение, потому что были очень тяжёлые роды, и, видимо, по этой причине какие-то нарушения произошли у него в голове, и у мальчика сейчас аутизм. То есть ему нужно, очень нужно обследоваться в Институте мозга в Петербурге. Почему именно в Петербурге? Объясню. Потому что в Латвии маму и папу уже использовали практически все средства. То есть они с самого рождения, в год начались проявляться вот эти аутические явления у него, когда он стал делать странные движения. Говорить он до сих пор не начал, точнее он говорит на своём языке. Это очень симпатичный, обаятельный, чудесный ребёнок. Но вот говорить он не может, общаться он не может. Мама его учит держать ложку, показывать пальчиком на предметы. Он научился, он отзывается на своё имя. То есть понемножечку, маленькими шагами развитие идёт вперёд. Но те лекарства, которые здесь ему выписывают, они не помогают. И мама говорит, у меня такое впечатление, что мы ходим по замкнутому кругу, потому что энцефалограмма показала у малыша ещё, как это называется, показала, что у малыша эпилептические волны, это называется, в голове, которые могут развиться в эпилепсе, а может быть её и нет. То есть лекарства, которые выписаны, они помогают частично, а другое затормаживают. И очень нужно сейчас правильную диагностику провести. У мамы разрывается сердце, потому что сын не может объяснить, что и где у него болит, у него головные боли, он начинает кричать, плакать, бить себя по голове. Ну, в общем, я ещё позже немножко заострю на этом внимание. А сейчас просто напомню, что стоимость курса диагностики с расходами на визу, дорогу и проживание и последующая реабилитация в Риге – 6800 евро. Довольно большая сумма, но кому-то она, может быть, и не очень большая, но для этой семьи она совершенно неподъёмная, потому что мама работать не может, естественно, она всё время с ребёнком. И мы включаем наш благотворительный телефон с сегодняшнего дня и до следующего вторника, а он будет работать для шестилетнего Лёнечки Устеменко. Телефон 9300-6384. Евро 42 цента за звонок. И спасибо вам за каждый звонок. А счёт помощи, если кто-то может больше помочь, открыт, в благотворительном фонде Be Open, с которым мы давно и очень хорошо сотрудничаем. Вы его найдёте, этот счёт, в наших публикациях на сайте MixNewsLV и на страничках «Зелёные лампы» на Фейсбуке. Спасибо всем за каждый звонок. Напоминаю, что наши гости сегодня – Тамара Ремкевича, певица, композитор, педагог по вокалу, руководитель музыкальной студии очень известной, Тамара Music Studio. Тамара, сколько лет в вашей студии? Уже пошёл девятый год. Девятый год. И хотя бы примерно назвать число учеников, прошедших через ваши руки, которых вы взяли за ручку и вывели на сцену, и научили музыке. Ой, так, на вскидку сложно сказать, но точно больше полутысячи. Не знаю, тысячу, может быть, и за тысячу, потому что много было достаточно людей, и прошло за это время, и у каждого были свои сроки, кто-то пришёл на месяц, кто-то вообще пришёл просто подготовить песню. Ну, то есть таких много, много-много людей было. А сейчас вот постоянно сколько? Сейчас постоянно приблизительно около 60 человек. В принципе, это цифра та, которая вот плюс-минус, она держится. Ну, и на вашей страничке на Фейсбуке, там мы заметили очень много благодарностей. То есть люди приходят, ученики и их родители, и пишут спасибо, спасибо, спасибо. Тамара научила меня верить в себя, Тамара научила никогда не останавливаться на достигнутом. Да, это есть такое. То есть поддерживают соотношения с теми, кто... Да, да, конечно, конечно. И я сама тоже стараюсь всех настроить на правильную, нужную волну, потому что... И, в принципе, учу этому и родителей, потому что многие... У меня даже родители, многие звонят, спрашивают, Свет, а как правильнее, как лучше подержать, чтобы не расстроиться, потому что я сама, как мама, расстраиваюсь. И, наверное, из-за этого и ребёнок тоже что-то получает на энергетическом уровне. И, естественно, я объясняю, ну, шестёрка, ну и бог с ним. Главное, чтобы ребёнку нравилось и ребёнок занимался. Ну, это если... То есть речь идёт вообще о проблемах школьных, не только о музыкальных. Да, да, да. Ну и про музыкальные школы, конечно, по большей части. Вот. И, конечно, что касаемо музыкальной части, тоже здесь очень важно поддержать, потому что многие дети, выходя на сцену, на конкурс, они вот идут, например, там за первым местом. Это, конечно, очень хорошо, но в то же время я своих учеников всегда готовлю к тому, что мы едем потусить, отдохнуть, показать себя, посмотреть на других. А то, как сложатся обстоятельства, как уже члены жюри будут выбирать, у каждого ведь свои критерии оценочные. Поэтому даже если вдруг они получают вторые, третьи или просто какие-то покапы, то в таком случае я их ни в коем случае никогда вообще не ругаю. И мой метод преподавания – именно отметить лучшие моменты и их развивать. Да, да, да. Вот сразу хочу спросить про поражение и победу. Даже вот в вашей личной жизни, как вы к этому относитесь? Как классик сказал, и поражение от победы – это я сам не должен отличать. Отличать, да? Да. Как детей этому научить? Вот бывают действительно поражения, которые могут кого-то, может быть, и сломать. Как правильно к этому относиться? Могут сломать, да. Но в этот момент нужна, наверное, особая поддержка ребёнку, и ему нужно самому пережить этот момент. Но в то же время взрослому человеку, либо родителю, либо преподавателю нужно быть рядом. И периодически просто настраивать, опять же, на правильную волну. Это действительно важно. И ничего страшного, у нас были поражения очень много. Для характера это полезно, наверное, да? Обязательно, да. Это, видите, опыт, который они получают, приобретают. И уже делают ли они выводы или не делают – это уже, в принципе, лично каждого. Но тоже стараемся направить. Так же и победы? Конечно, конечно. Побед было очень много и есть до сих пор. Безумно горжусь своими учениками, вообще всеми горжусь, потому что все трудоспособные. И сейчас вот это можно видеть спустя несколько лет. Хочу отметить Дарью Чеботарёву. Вот, да, поговорим о тех, кем гордимся, да? Да. Дарья Чеботарёва. Дарья Чеботарёва – это уникальный ребёнок. Вообще, как получилось, как она попала ко мне. Я помню, это та девочка, которая взорвала буквально интернет своим исполнением песни Цоя. Да, да, всё началось с апреля, да. А потом пошло дальше. Да, и я делаю детскую музыкальную премию «Китс Авартс». И она уже достаточно давно не пела, но решила поучаствовать. И у неё получилось, что в финал она попала вместе с миксом Дукурсом, это латвийский музыкальный исполнитель, очень популярный. И она получила первое место. И она говорит, вот я видела там ваших учеников, я бы очень хотела к вам прийти попробовать позаниматься. И где-то через полгода вот мы начали с ней работать. Работали, работали. Потом получилось так, что очень много было конкурсов, очень много побед. И после она попадает на «Х-фактор» вместе с Самантой Кабаковой. И создаётся такое название группы «The Gardens». И они попали к Интерсу Бусулису. Это вообще потрясающий человек. И тот опыт, который они тоже получили, работая в таком проекте, это было очень круто. А как получилось, что касаемо этого дуэта, это было так. Мы поехали в Йогаву на отборочный тур, все как сольные исполнители. Я говорю, девочки, давайте-ка попробуйте дуэт. Вот прямо сейчас идите, подавайте заявку. Вот они сразу же на месте заполнили, пошли и вот выстрелило. Я не знаю, как так получилось, что мне там ударило в голову в тот момент. Но это имело свой успех. Да, и они продержались 4 эфира. В общем, классный опыт был. А после девчонки уже разделились, каждая сама по себе. И тут мне раздаётся звонок. Нет, чуть-чуть поправочку введу. У меня ученик приходил на занятия, тоже немножечко просто поправить какие-то вокальные данные и так далее, Денис Коренев. И он мне говорит, слушай, есть кто-то, кто сможет спеть Виктора Цоя композицию «Апрель». Я говорю, ты знаешь, да, две недели назад у меня с Дарьей состоялся разговор. И она говорит, что ей нравится направление рок-музыки. И вот не зря все вот эти обстоятельства привели к тому, что сейчас мы видим. В нужной точке всё соединилось. И я ему посоветовала, я говорю, попробуй с Дарьей Чеботарёвой. И, в общем-то, получилось так, что за месяц до апреля уже записали, мы поехали снимать клип. Это всё было снято в Латвии. И выпустили апрель, который имел большой успех как кавер-располнение. Это более миллиона просмотров на Ютубе только, да? По-моему, полтора уже, мне кажется. Полтора уже, да. Да. Потом ещё несколько кавер-исполнений Виктора Цоя, других композиций. И сейчас уже Дарья выпустила свою собственную песню про первую любовь. Мне кажется, она очень душевная, очень тоже классно написана. И вообще крутые ребята, вся команда, которая работает с этим проектом, они потрясающие. Ну, мы желаем, Даше, успехов больших и вообще завоевать аудиторию окончательно. Спасибо. Мы слышим о ней ещё не раз. Услышим, услышим. Это человек, который не останавливается, и там вложен огромный труд. Дело не в таланте, но талант тоже, само собой. Не только в таланте. Не только в таланте, да. Но, как я говорю всем ученикам, без исключения, достаточно 10% таланта. Всё остальное труд. Саманта Кабакова тоже. Я помню, первый раз увидела маленькую ещё тогда Саманту тоже на нашей благотворительной акции. На одной из сладких ярмарок, на старой Риге. Она пела, где вы 5 часов тоже без перерыва отработали. И вот она там пела, и очень всем понравилось. Мы её запомнили. А сейчас? Сейчас Саманта уже преподает у меня на студии. Вот так. Как время идёт. Да, да. Она и учится. Учится на визажиста-парикмахера. Также тоже исполняет различные кавер-песни, выкладывает у себя на страничках. И преподает, очень круто преподает. Дети прям без ума от неё. Его, в общем, всё, что я могла им передать, я им передала. И дальше и Дарья Чеботарёва в том числе тоже преподает. И София Шедловская. В общем, места хоть всем хватит. Можно как-то... Как попасть в вашу студию, кстати? Спрашивают люди. Да, можно записаться, можно написать на Фейсбуке, в Инстаграме, можно написать на телефон, у меня в открытом доступе на Фейсбуке есть, в WhatsApp, Телеграм, неважно, в общем, все связи. Просто лично написать и договориться о встрече. Да, конечно. Всё возможно, всё реально. Напоминаем, что наша гостья, наша гостья Тамара Римкевича. И сейчас вот что я хочу спросить. У вас также на страничке прочитала, что вы занимались благотворительный концерт, устраивали, да, помощь украинским беженцам. И это был потрясающий опыт у вас написано. Вот мы про этот опыт хотим узнать, что это было, как это было. Да, так получилось то, что уже где-то год назад, так как мы с детьми выступали на Слокской фабрике у Валерия, да, сейчас там больше такой мини-концертный зал, где-то развалины и такой, как музей, да. И там Валерий Оленьчук, он является владельцем всего, он сам украинец, там проживает с супругой. И нас пригласили туда с концертом. Сначала мы дали простой концерт, а потом я думаю, а почему бы нам не сделать концерт на украинском языке? Даже так. Да, уважить как бы за то, что нас пригласили и всё. И мы стали очень быстро собирать концертные украинские песни, исполнили, Валерию очень понравилось всё. А потом уже так получилось то, что у нас просто вот есть готовый концерт с украинскими песнями. И тут раздался звонок, а вы бы могли через месяц спеть для украинских беженцев, для деток, для взрослых? Я говорю, да, без проблем. И мы вот с моей коллегой Сареной Трубиной вместе создали своими учениками концерт. Программу концерта? Да, да. И где это было? Это было в Лапмаштемсе, в Доме культуры, очень красивый зал, звукорежиссёр потрясающий, хочу отметить, потому что сейчас редкость, когда бывают хорошие звукорежиссёры, потому что такое количество детей озвучить, у каждого же разные тембры, разные окрасы. Кто-то громче, кто-то тише, поэтому, в общем, он справился на все сто. Ну вот и какие-то личные впечатления, вы же там общались с людьми? Общались, да, личные впечатления. Вы знаете, сложно сказать, потому что для меня все люди как люди. И что касаемо детей, они... Ну, трогательные. Да, да, очень трогательные, очень открытые. Это я могу сказать также по проекту, в котором я сейчас работаю в Юрмалской музыкальной школе. У нас именно для украинских детей, для беженцев сделали программу, и мы ведём актёрское мастерство, вокал, хореографию и инструментальное изучение. Ну, инструментальной музыки, то, что я сама тоже веду. Вот, так что, да, очень классные дети, все музыкальные, и действительно очень круто с ними работать. Родители тоже такие очень открытые, отзывчивые. Ну, ничего не могу сказать плохого. Тамара, а в апреле у вас был тоже большой концерт, бесплатный, где вы показывали возможности ваших учеников, да, по-моему? Что это было, как это было, я вспомнил. Это было так, что все соскучили. У меня уже все ученики. Тамара, мы хотим выступать. То есть это был первый концерт после пандемии? Да, это был первый концерт. Как всегда, я думала, что это, скорее всего, будет просто концерт для родителей, где-то в небольшом помещении. И так получилось, что постепенно мы начали готовиться, и к нам присоединилась команда музыкантов. Это те люди, с которыми я тоже работаю уже на протяжении долгого времени. Это Нелли Бабуянс, она является барабанщицей из группы Prato Vetro. Денис Дьякон, он является ректором ИСМА. Евгений Глазер, потрясающий гитарист. И Артём Сарви, пианист. Это тот пианист, который играет в оркестре Рига, у Индерса Буслеса в оркестре. В общем, я решила, что мои дети достойны с такими профессионалами выступать. И так получилось потом, что я нашла этот зал, нашла звукорежиссёра, и, в общем, всё это сложилось в потрясающе огромный концерт. И один из учеников с его мамой подготовили сладкую ярмарку, но он сам готовил сладости, которые продавал там на месте. И все полученные средства были пожертвованы в приют для животных. Был закуплен корм, мяки. Молодцы, Катя. Да, да. Всё решили объединить. У вас всегда всё получается. Я помню эти проекты, которые пандемия немножечко приостановила, да, с социальными, не детские дома, а социальные центры называются, да? Калкуни и Занта. Занта, да. Но мы всё равно умудрялись передать. Собирали. То есть сколько лет вы там работали, и что вы делали? Мы собирали подарки, собирали игрушки, одежду. Тоже очень много людей отзывалось, и всё это, в принципе, Мария там сорганизовала, Мария Мизула, да, сорганизовала транспорт. Всё это туда погрузили и отвезли. Это во время пандемии? Это во время пандемии, да. А до пандемии вы туда ездили с концертами, устраивали огромные праздники. Да, но всё ещё это впереди. Дай Бог, чтобы всё было хорошо в нашей стране, и это больше нас не коснулось. Но будем, в общем, смотреть всё по обстоятельствам. Детей, которым нужно помогать, нужна помощь, остро. Да. У нас всё-таки много, к сожалению, да, поэтому... И радует здесь только то, что огромное количество людей всегда присоединяется. Вот я вот по Тамаре и её коллегам вижу, да, но начинает какую-то акцию, и всё, и там весь Фейсбук встаёт, что-то приносят, что-то привозят, какую-то денежку перечисляют, кто-то там участвует с номерами, кто-то спортивные какие-то там вещи, да, делает, занятия для деток. То есть это очень радует, потому что, я не знаю, улучшает атмосферу в обществе вообще в целом. Да. Ну и многие люди подключаются, хотя кто-то говорил, вот, благотворительность – это медвежья услуга и всё такое. Кто-то, да, писал то ли в комментариях, то ли где-то. Я человек, который, в принципе, перестал слушать многие такие вещи и просто пропускать мимо себя, и я понимаю, что, ну, может, у человека что-то не то в жизни происходит, поэтому вот он так или обозлён, или разозлён, не знаю. Вот, я понимаю, что всё же большинство, вот те, которые окружают меня, детей на студии, да, что их много этих хороших, прекрасных людей, которые готовы помочь. Очень много, да. Очень много, и подтверждаем мы это, да, то есть наша «Зелёная лампа» 6,5 лет существует, и Тамара вот все эти годы с нами рядом была, где-то неподалёку, всегда помогала при возможности. Я сейчас хочу тоже… Тамара, кстати, тот человек, который очень любит писать спасибо всем, благодарности, вот всегда что-то происходит, у неё сразу на странице появляются огромные посты, где она просто никого не забывает, всех перечислит, всем спасибо, там никто не забыт. Вот. Это нужно. А мы сейчас хотим тоже и вас поблагодарить, и наших радиослушателей поблагодарить. В прошлый вторник мы рассказывали, начали акцию помощи 40-летней Елене, Елена Байкова из Юрмалы. У неё, напомню, что тяжёлый очень диагноз, год назад ей поставили диагноз саркома, руки, и в Латвии перепробованы все средства были, и она… в общем, короче, врачи настаивают на ампутации руки. Она, конечно, в шоке, у неё дочка 16-летняя, и вообще у неё там планы на жизнь другие совершенно были, которые болезнь прервала. И была найдена клиника в Израиле, клиника Ехилов, где взялись они спасти руку, врачи, именно специализирующиеся на этом виде заболевания, именно на этом, у них очень большой опыт, которого нет, наверное, в других клиниках, в том числе и в наших. Они взялись спасти ей руку и спасти жизнь. Ну, будем откровенны, да, что это тяжёлая болезнь, неизвестно, как она развивается. То есть они её пригласили туда на диагностику и лечение. Нужно было собрать очень большую сумму денег. К тому моменту, как мы подключились, уже половина суммы была собрана, и мы подключили телефон. И вот спасибо всем огромное. Значит, я вам итоговые цифры скажу. Было сделано за неделю в помощь Елене 2731 звонок на сумму 3413 евро. А на счёт поступило 11 078 евро. В общем, в общей сложности, то есть деньги за звонки будут сейчас тоже все перечислены на счёт, потому что счёт открыт в фонде Зедут ЛВ, они начали сразу эту акцию. И общая сумма, которую мы собрали, это почти 15 тысяч, это 14 491 евро. Огромное всем спасибо. Это очень продвинуло возможности Елены, потому что как только будет собрана вся сумма полностью, она сразу же выезжает в Израиль. И мы надеемся, мы верим, мы уверены, что всё будет хорошо у неё. Она борец, очень стойкий человек и очень большая поддержка у неё от друзей и родных. Мы верим, что всё будет хорошо у неё. И сейчас, в принципе, осталось, вот если брать общую сумму, осталось собрать, ну, где-то 3,5, наверное, тысячи. То есть нужно было 42 с лишним, с учётом нашей помощи и того, что уже было собрано, где-то около, ну, меньше 4 тысяч ещё надо собрать. Это соберётся, и мы надеемся, что прямо в ближайшее время всё получится так, как нужно. Спасибо всем ещё раз огромное. Просто вы чудесные люди, и вот дай Бог всем здоровья. Всем, кто желает здоровья другим, и вообще всем, да. Очень такие трогательные вещи. Ещё хочу напомнить, что мы помогаем сегодня шестилетнему малышу, Лёнечке. Чуть-чуть про него расскажем. Мы включили телефон благотворительный для Лёнечки 93006384, наш телефон, евро 42 цента за звонок. Мы были в гостях у этой семьи. Замечательная семья, чудесный мальчик, чудесный малыш. Мы пришли, ну, просто личные какие-то там впечатления хочу рассказать. Мы пришли туда, и первый, кто нас встретил, это такая такса, рыжая такса, такая уже немолоденькая такса по имени Боня. Такса нас привела в комнату, а там, значит, бегает этот малыш, и мама рассказала, что вообще аутисты с животными не всегда контакт могут наладить. Они обычно их как-то не замечают и стараются держаться подальше. Но здесь абсолютная любовь. То есть, когда родился Лёня, таксе уже было сколько, 4 года, и она взяла над ним шефство. Она просто как нянька, она за ним следила, она его там целовала, облизывала. То есть, у них абсолютная любовь и дружба. Это так радостно смотреть на это. Мальчик очень долгожданный, очень любимый. Родители ждали его 9 лет. И вот так получилось, что появился он на свет раньше срока. Маме пришлось делать срочно кесарево сечение. Он родился 7-месячным и долго был в больнице. И после этого мама постоянно показывала сына специалистам. Врачи говорили, что всё хорошо. Но после года стало ясно, что Лёня отстаёт от сверстников и физически в развитии. Ходить он начал где-то так почти в полтора года, только сделал первые шаги. А говорить не начал до сих пор. Говорит на своём языке. Но это настолько обаятельный ребёнок. И вот у него маленькими-маленькими шагами при всех усилиях родителей идёт какой-то прогресс. Мама его научила очень многому. Он уже стал откликаться на своё имя, перестал бояться. Вот нам он показывал. Мы пришли, разговаривали. Он открыл шкаф, собрал подушки. Всё из шкафа вытащил, залез туда, устроил там себе домик. Сидел в этом домике. А мама говорит, что он очень любит сказку про Карлсона. Они вместе играют в привидения. Наряжаются в простыне, бегают по квартире. Обожает он бременских музыкантов. Музыку Гладкова просто как завороженный слушает. Музыка вообще очень положительно влияет. Сейчас мы об этом у Тамары ещё спросим дополнительно. Да, ну в общем, у мальчика маленький прогресс есть. Нужна диагностика, потому что у него сильные головные боли. И какие-то волны эпилептические в голове были обнаружены. Да, я уже говорила. И поэтому очень нужно подобрать правильное лекарство, которое смогло бы это и остановить, и продвинуть вперёд его здоровье, улучшить его здоровье. Клиника в институте имени Бехтерева, в институте мозга, знаменитом имени Бехтерева, в Санкт-Петербурге берёт его уже. Он там стоит в очереди, и они ждут малыша вместе с мамой, чтобы обследовать его, подобрать правильное лечение. 6 800 стоит вся эта эпопея медицинская с дорогой, с визами. Как они туда добираются сейчас, это отдельная история. Это очень сложно, всё эти визы медицинские получить. Очень непросто. Но это реально помогает. У нас есть дети, которые уже вернулись с положительными результатами. А сейчас, кстати, те, кто знают Рижанку Инессу Константинову, по Фейсбуку многие её знают. И вообще просто она сейчас тоже в Петербурге находится. И сегодня ей делают операцию на позвоночнике, которая избавит её от очень сильных болей. И чтобы этот малыш получил помощь, нужно собрать 6 800 евро. Спасибо всем за каждый звонок. Телефон 9300-6384. Евро 42 цента за звоночек. Работает всю неделю для маленького Лёнички. И счёт помощи открыт благотворительно в фонде BeOpen. Вы можете найти этот счёт в публикации на сайте MixNews.lv в рубрике «Зелёная лампа» и на нашей страничке на Фейсбуке. Кстати, присоединяйтесь. Мы каждый день сообщаем, сколько собрано, и всякие разные новости хорошие, интересные. А сейчас я напоминаю, что наша гостья – Тамара Римкевича, музыкант, певица. Кстати, Тамара, как с песнями? Мы знаем, что было написано несколько песен, да? Да, было написано несколько песен. И крайнюю песню я написала, наверное, где-то два с половиной года назад. Перед пандемией. Перед пандемией, да. А потом так получилось, что студия есть студии, там много детей, всеми ими надо заниматься. То есть некогда песнями. Некогда было, да. Ну и плюс замужество, которое тоже, в принципе, занимает много времени, потому что отношения – это тоже работа. Да. Вот поэтому… Но сейчас, на данный момент, так как у меня появилось свободное время уже побольше, у меня есть большое количество помощников, которые работают на студии, и я смогла себе немножечко освободить в то же время, я начала писать книгу. Вот это интересно. Книгу по вокальным трюкам, по мелизматике. То, чего… То есть такая специализированная будет? Да, да, это будет специализированная. Это будет больше пособие для вокальных преподавателей, но и для, грубо говоря, продвинутых вокалистов, чтобы они могли использовать эти трюки и интегрировать в себе вокальные исполнения. По-моему, это замечательная новость, и очень многие этому обрадуются. А продолжая тему, а личную книгу о себе нет? Нет такой задумки? Есть же что рассказать. Ой, рассказать и есть что, да, действительно. Но, кстати говоря, как вариант, да. Это хорошая идея. Не надо ждать пандемии, надо доходить время. Да, я хочу просто напомнить радиослушателям, что Тамара, вот те, кто слышали нашу предыдущую программу, знают, что у неё трое детей. Все три девочки, кстати, да. А чем они занимаются? Я имею в виду музыку. Как вы их интегрируете? Да, младшенькие у меня занимаются на студии тоже. Как их зовут? Расскажите нам всё про них. Старшая зовут Тиона, но ей уже 14 лет, и, конечно, ей больше нравится делать прически, мейкап. Вот в эту структуру ей больше хочется уйти. Но в своё время она занималась на барабанах. Да. Ей это нравилось. Сейчас она просто для себя открывает приложение фортепиано. Она не училась нигде, не в музыкальных школах. Она просто садилась и сама учила играть мелодии, которые ей нравятся. Что касаемо средней Адрианочки, это человек, который не занимается танцами, но она чувствует всё. Поэтому у меня уже есть идея, что она сейчас пойдёт в школу. И, естественно, там будет тоже ходить. Ну да, ей 7. 7 лет – это очень энергично. Ей тоже нравится петь. И бывали моменты, когда они со мной едут на студию, у меня идёт работа, у девчонки есть свои планшеты, они берут эти планшеты, идут по кабинетам, подключают сами аппаратуру, знают, где что включить, как включить микрофон. И я вот слышу, доносятся из стен, но с других кабинетов они поют, включают песню и вместе вот поют. Это потрясающе. Но сейчас они уже, да, с преподавателями занимаются. Младшая Динарочка – это девочка-ромашка. Сколько ей? Ей 6 лет. Но у них разница полтора года. И Динара мне уже в 5 лет говорила, что она хочет музыкальную школу на пианино. Я говорю, хорошо. Получается всё? Да, да, ей очень нравится. И дома тоже вечерами я занимаюсь какими-то домашними делами. И слышу Динара садиться за пианино и начинает играть мелодии, которые уже знает. Ну, это, конечно, вот для меня лично большая загадка, большая тайна, как можно быть прекрасной мамой трёх детей и троих детей, и ещё и вести целую студию, ещё и вести благотворительные проекты. Это как-то надо очень грамотно выстроить свою жизнь. И любить её. И любить её. И любить её. Вот это, конечно, важно. Тамара, а вот роль музыки. Мы начали немножко, да? Роль музыки в жизни вообще, да? То есть это же не просто украшение нашей жизни? Нет, не просто украшение. Роль музыки, наверное, она имеет какое-то определённое раскрепощение у людей. Потому что, когда мне кажется, что люди вообще как-то через себя пропускают музыку, музыкальные занятия, ну, они смотрят на этот мир немножечко по-другому. В своё время сюда пригласили моего прадедушку Георгия Башидзе. Он вёл два оркестра. Он не имел музыкального образования. Серьёзно? Да. И он был духовиком. Но так он играл вообще на всех инструментах. Но духовые для него – это прям всё было. И до сих пор те ученики, которые уже взрослые мужчины, они говорят с благодарностью про прадедушку моего. Потому что они видят мир по-другому. Ну, у них пути могли по-разному сложиться. Но всё-таки музыка, она как-то облагораживает человека. И духовно. Выпрямляет путь ему, да, наверное? Да, и духовно в том числе. И если более простым, таким приземлённым языком сказать о влиянии музыки на человека, у меня есть очень много взрослых, которые вот приходят, говорят, вот у меня всегда была мечта, хочу петь, хочу спеть там, или записать песню. И они приходят, и так получается, что они потом, опять же, в отзывах мне говорят, что у них стал ярче голос, они стали более увереннее в себе, в общем, да, вот эти моменты тоже на занятиях обязательно прорабатываем. То есть даже в физическом плане влияет. Да. И кроме того, это общепризнатно, Михаил Казиник, вот у нас тут тоже рассказывал очень много о том, как лечит музыка, то есть использует, например, Моцарта для лечения детей. Да. В специальных лагерях собирают музыкальных. И сороковая симфония Моцарта, это вообще космическая музыка, которая реально воздействует на организм, так считается, да? Да, потому что там подобрана определенная гармония, определенные тоже музыкальные скачки, в общем, кстати, по поводу этого можно узнать все у музыковеда Анны Веленской, она потрясающе рассказывает и про популярную музыку, и про классическую музыку, и то, как влияет это все, и почему нас вообще цепляет музыка. Вот, так что, да, кому интересно, можно в Ютубе посмотреть. Напоминаю, что наша программа сегодня помогает шестилетнему малышу Ленечке Устеменко справиться с заболеванием и получить правильный диагноз и правильное лечение. Телефон 9306384. До следующего вторника работает в помощь Лене. Наша гостья Тамара Ремкевича была сегодня с нами. Всю программу. Программа уже подходит к концу, да? Очень много не успели, но сейчас вот буквально две минуты осталось. Тамара, может быть, о каких-то планах и проектах расскажите нам, чего ждать от вас. Ну, книгу мы поняли, книгу ждем. А может быть, и вторую, да? Да. Песни тоже будем ждать. Обязательно, да. Что еще? Да, потому что свободное время появилось, уже можно и своим творчеством заняться. Еще, конечно же, опять-таки, детская музыкальная премия Kids Awards. Там мы ее немножечко тоже расширяем по направлениям. Когда это будет? Пока что планируется осень, но опять же будет зависеть от обстоятельств, что у нас будет происходить. Если не осень, то апрель. Как туда попадают? Попадают, мы выставляем информацию о том, что происходит набор, конкурс, конкурсантов, и уже далее отборочные туры и подготовка с музыкантами. Это серьезно? Да, да. Ну, это такой, наверное, шанс ребенку талантливому выйти на сцену. Да, безусловно, безусловно. Потому что там много и актерское мастерство, и хореография, и работа с латвийскими популярными музыкантами. Тамара, а вот милосердие с музыкой как-то связано, как, на ваш взгляд? Я думаю, да. Каким образом? Сердце открывает? Сердце открывает, да. И, наверное, тоже зависит от того, какую музыку мы слушаем или что мы исполняем. Тоже тут очень важно. Например, панк-рок он вряд ли милосердие откроет. Ну, не знаю, что скажут сами исполнители. Да. Верим, что Мусарт, он как бы сильнее. Однозначно. Наша программа подошла к концу. С вами сегодня была Ерия Татрушкина и наша гостья Тамара Ремкевича. Музыкант, известный руководитель. Тамара Мьюзик Студио, педагог, певица и композитор. Спасибо, Тамара. Всего всем хорошего. До встречи через неделю. Да, благодарю.